Медиация Медиация – одна из актуальных форм разрешения споров и конфликтов с участием третьей независимой стороны медиатора. Что такое медиация и кто такой медиатор, узнаем в сегодняшнем выпуске программы «Специальный репортаж». Термин «медиация» происходит от латинского слова «medicar», что означает «посредничать». Медиация – это новая форма альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, незаинтересованной в конфликте стороны. В качестве этой стороны выступает медиатор, который помогает участникам спора прийти к соглашению. При этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. Медиация – это способ урегулирования вопросов конфликтных сторон для приемного решения, чтобы обе стороны пришли к одному знаменателю. А вот чем медиация отличается от судебного процесса? Если говорить о медиации от судебного процесса и между медиацией простой, здесь большие разницы, потому что судей у нас идут как бы огласки идут, спора. Потом здесь нету тайны. Судей это решается долго. Медиация – это буквально в течение двух-трех дней, ну а всего три-три-три дней. Медиаторы бывают общественные и профессиональные. Для поиска специалиста можно обратиться в организации, обеспечивающей проведение примирительных процедур. При выборе медиатора стоит учитывать опыт и репутацию специалиста. Медиаторы – это лицо, которое является посредником между спорящими сторонами. А медиатором, кто может урегулировать споры, это должен быть специалист, который прошел специальное обучение в профессии медиатора, имеющий сертификат медиатора и состоящий в рейсе профессионального медиатора. То есть, кто может стать медиатором? Медиатором может стать, если профессиональный медиатор, они делятся на две категории – профессиональный медиатор и общественный медиатор. Профессиональные медиаторы могут стать лица 25 лет, имеющие высшее образование, прошедшие обучение медиатора, имеющие сертификат и состоящие в реестре медиатора. Общественный медиатор – это лица старше 40 лет и уважаемые люди города, например, Ахсакалы, которые с заявлением стоят в Акимате города. Согласно международной статистике, 30-40% всех споров проходят через процедуру медиации. 85% из них были достигнуты положительные результаты. Конфиденциальность – это имеется в виду принцип медиации. Один из принципов – это как бы получается, если, например, в суд идет процесс, об этом процессе все знают. А в медиации два человека, они дают, медиатор дают подписку, а не разглашение. Тайно. Только с разрешения одного из лиц может быть раскрыто. Поэтому медиативные дела, они как бы не печатаются, как, знаете, да? Не показывают лица. Само наше РОО, Международный центр медиации, он был 8 ноября, ой, декабря 2011 года. В этом году как раз было 11 лет, как начали. Международный центр медиации. Международный центр медиации. Есть и семейные споры, и трудовые споры, и выплата долгов, и наследственные определениями даже ребенка. В общем, все сферы, которые можно урегулировать медиатор, и очень много даже между предпринимателями может углубить вопрос редкой медиации. Мы знаем, что медиатор – это специалист, признанный содействовать разрешению конфликтов между людьми. Но все-таки кто может стать медиатором и какое у него должно быть образование? Ну, я, например, прошел медиацию, имея за плечами Костанайский юридический колледж МВД Республики-Казахстан, Костанайский юридический институт, и на практике проработал. Ну, конечно, юридическое должно быть, но тут есть разные сферы медиации. Например, есть бухгалтерская сферма, финансовая, да? Ну, там, я думаю, человек должен и финансовый, бухгалтерский. И тут медиатор, он как бы не консультирует, он как бы, когда заключает соглашение, то он их решение закрепляет и все. Ну, тут имеет высшее образование любое. Медиатор может быть любое гражданско меняемое физическое лицо, которому возраст 25 лет. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно проходят к взаимоприемлемому решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорщих. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Самым эффективным способом снижения споров является восстановление в стране судов биев. Этот вопрос на сегодняшний день актуален. В каждом населенном пункте есть уважаемые авторитетные люди. Нужно их подготовить, обучить на курсах медиации и дать им звание биев. Тогда в обществе уменьшится количество споров. Спадет нагрузка на суды. Такое мнение у специалистов-медиаторов. Суд биев – государственный институт в традиционном казахском обществе. Один из способов регулирования правовых отношений. До принятия свода законов Жетажарха Таукьяхана жизнь казахского общества регулировалась традиционными законодательными кодексами. Светлый путь Касымхана, Ессамхан-Ескожола – истоки их образования уходят корнями в древность. Период существования на территории Центральной Азии скифо-сакских, гуно-сарманских племен и государственных образований. Когда суд идет, подозреваемые и потерпевшие ссорны, и их судьбу решает судья, прокурор, адвокат. А в медиации они приглашают независимое лицо, которое заверяет факт их решений. Адвокат нанимает, господственному платит. После, бывает, что процесс адвокат проиграл, второй областной суд, республиканский, и так-так идет. И в конце, если он проиграл, то человек остается как бы в проигрыше. А тут медиатор приехал, да и сумма наемного меньше. Да, время выхода закона медиатор, сейчас идет медиатор, ну не так, как в развитых странах мира. У нас еще населения мало обращается к медиатору, потому что сам процесс медиатор им не понятен. Как она будет проходить, что это будет, как. Наши люди привыкли, как ментально. Если какой-то суд или спор, надо идти в прокуратуру, в милицию или в суд. Медиатор разъясняет сторонам суть и принципы процедуры. Затем выслушивает их заявления. Как каждый из участников спора видит конфликт. Формулируются вопросы, которые стороны готовы совместно обсуждать. Затем медиатор выявляет интересы сторон. Участники предлагают возможные решения, которые оцениваются на реалистичность и соответствие интересам каждого из них. В результате может быть заключено медиативное соглашение, которое фиксирует достигнутые договоренности. К примеру, с моего опыта работы, в которой я работаю с 2013 года, у меня самый короткий срок медиатора был один день. То есть за один день можно решить ту или иную ситуацию, да? Самый длинный, недавно закончился, это был у меня самый большой медиатор. Это было два месяца, ровно два месяца. Здесь были сложные вопросы решились. Здесь наследственные права решались. И спорящие стороны не хотели друг друга видеть. Но есть у нас такие нюансы, когда можно двумя сторонами разговаривать поочередно, в разных кабинетах, в разные дни, в разные часы, но чтобы они пришли к одному доминателю. Медиация может применяться в спорах по гражданским, трудовым, семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным делам небольшой и средней тяжести. Медиация охватывает все сферы жизни, помимо, есть ограничения там, то есть это не должно быть связано с коррупцией, и не тяжкие преступления. В остальном между собой могут договориться по любому вопросу. Ну, лично у меня проходят дела по алиментам, искание алиментов, раздел имущества. Ну, обращается одна сторона, предоставляет данные второй стороны, мы договариваемся, предлагаем медиацию. Ну, зависит в основном от спора. Бывает, до часа разрешается, бывают, неделями ходят, но вообще по закону разрешается до одного месяца. В современном мире процедуры медиации с каждым днём становятся всё более актуальны. Ведь сегодня общество полно стрессов, которые впоследствии вытекают в конфликты и споры. И в большинстве случаев разрешить возникающие проблемы могут помочь медиаторы. Именно медиаторы, благодаря своему профессионализму и большому жизненному опыту, помогают сторонам прийти к компромиссу и найти общее решение. Люди, знакомые с медиацией, знают, что примирительные процедуры достаточно обширны. Медиация помогает решить корпоративные и семейные споры, конфликты на работе, в образовании, в банковской и других сферах. В том числе и в делах с участием несовершеннолетних. Профилактика правонарушений несовершеннолетних – часть государственной правовой политики нашей страны. И сегодня в Казахстане сформировалась национальная модель защиты прав детей. Появившееся новое понятие «школьная медиация» можно определить как систему общественных отношений в образовательной среде, возникающих между конфликтующими сторонами и беспристрастной, незаинтересованной третьей стороной медиатора. Продолжение следует... Это новая сфера в помощи гражданам прийти к общему соглашению на сегодняшний день развивается и в городе Семей. Закон о медиации в Казахстане был принят 5 августа 2011 года. За это время медиация показала себя как действие, при котором разрешения споров, как правило, являются долговечны и отвечают реальному положению вещей. Отметим, что в новом году будет заключен меморандум между медиаторами и государственными организациями города Семей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова